Так, ну, брат Коля попросил, чтобы я немножко рассказал о вот той беде, которая нас постигла у коронавируса, что это такое, что с ним делать. Ну, то, что действительно приходят разные рецепты, как лечиться, как избавиться, разошлите. Ну, есть одни, которые работают, есть, которые не работают, есть, которые вообще опасны для жизни. Вот, поэтому давайте так, мы попробуем сначала разобраться, что это, откуда это пришло и, соответственно, кто находится в группе риска и что с этим делать. Значит, коронавирус – это небольшой вирус, который известен очень давно, клиника его была описана еще с 2002 года, в пособиях по вирусологии от 2017 года уже полностью описана SARS, то есть, вот эта клиника до того момента, когда началась эпидемия. То есть, в учебниках она уже была внесена, описана, что это, как оно клинически проявляет себя. Вот, то есть, ничего нового нет под солнцем. Любая вирусная патология у человека начинается при снижении кислотности нашей клетки ниже, чем 6,5 единиц. Запомните эту цифру. Вот, дальше вам станет все понятно, что это такое, почему происходит. Человек рождается с PH 7,42. PH крови всегда одинаково, а вот PH наших клеток может меняться. Это так называемое закисление. С нашим возрастом мы говорим, что наш организм потихонечку закисляется. Есть такая формула – каждые 10 лет идет снижение на 0,1. То есть, если человек родился с PH 7,42, то в 10 лет у него, соответственно, сколько будет? 7,32, да? В 40 лет у него будет 7,02. А теперь давайте посчитаем. Сколько у него будет в 60 лет? 7? А 80, да! Уже будет по формуле ниже, чем 6,5 единиц. То есть, вы понимаете, почему болеют в основном пожилые? Потому что идет биологический процесс старения клетки, и, соответственно, у нас блокируются ферментные системы, и клетка уже не может достаточно быстро реагировать. Раз. Второе. Это в идеальных условиях. Но если у человека есть гипертония, есть сахарный диабет, есть неправильное питание, есть еще группа сопутствующих заболеваний, при которых PH снижается еще ниже, то, соответственно, такая группа людей становится наиболее подверженной риску любого инфекции. Будь то грипп, будь то коронавирус, будь то вирус герпеса, неважно. Почему? Когда мы переохлаждаемся, высыпает на губах герпес. Замечали, да? Потому что, когда идет охлаждение, идет спазм сосудов, не поступает нормальный кислород. Нет кислорода, что в тканях накапливается? Ну, давайте проще. Когда мы палим с вами костер, вырабатывается углекислый газ. Хорошо, если у нас сухие дрова, у нас много кислорода. А теперь представим, у нас мало кислорода. Вместо горения идет тление. Что образуется? Дым. Вот то же самое происходит в нашей клетке. Окисление глюкозы в присутствии кислорода дает много энергии и дает только воду и углекислый газ. В противном случае образуются недоокисленные продукты метаболизма. И у нас идет общее закисление организма. Отсюда подагра, мочевая кислота, гипертония. В общем, достаточно большой спектр заболеваний. То есть, для того, чтобы, первое, противостоять проникновению вируса, мы должны защелачивать наш организм. Что относится к защелачиванию? Каким образом? Первое. Самое простое, самое дешевое и эффективное – это сода. Чайная ложка соды заливается стаканом кипятка и принимается утром за полчаса до еды. Не бойтесь. Это абсолютно безопасно. Вот некоторые говорят, да вы что, у вас язва будет? Вот у меня, например, была женщина, медик, вот такая умная вся. Вот говорит, да вы что, от этого язва будет? Я говорю, очень интересно. А почему тогда язвенник пьет соду, ему становится легче? Она смотрит на меня вот такими глазами, я говорю, вот, наверное, он человек какой-то мазохист. Вот ему нравится делать себе больно. Пьет, у него болит, он пьет соду, и ему еще больше болит. Нет. Значит, ему легче становится? Да. А если ему легче становится, значит, что с язвой происходит? Закрывается? Ну да. То есть, понимаете, есть очень простые логические заключения, которые должны пользоваться. Так вот, сода в дозе чайная ложка на стакан обязательно заливается кипятком. Ну, могу проще сказать, заливаете полстакана кипятка, она погасит, пошипит, и потом добавляете прохладной воды. Все. То есть, она должна быть тепленькой. Вот эту соду утром выпиваете, вы быстро защелачиваетесь. Это можно пить всем по жизни. То есть, это и снижает давление очень хорошо, немножко снижает уровень сахара. И вы защелачиваете клетку. Второе. То, что сейчас говорят, проникновение происходит через слизистые оболочки. Так вот, когда люди слишком много пользуются сосудосуживающими препаратами, вот чуть-чуть насморк, чем капаем? Нафтезин, галазолин и тому подобное. То есть, препараты, которые суживают сосуды, пересушивают слизистую. На наших слизистых Бог все предусмотрел. У нас есть очень много лизоцима. Это вещество, которое разрушает бактериальные клетки, вирусные клетки, то есть все. То есть, его нельзя вымывать оттуда. Когда мы суживаем сосуды, мы препятствуем образованию этого лизоцима. Все. Что мы сделаем себе? Мы делаем себе проблему. Поэтому, как можно меньше пользоваться этими препаратами. Напротив, если есть воспаление, если идет повышенное образование секрета, что нужно делать? Это нужно выводить. Пожалуйста. Есть много препаратов. Мягкие там. Неонокс, цикламен, носексуолист. Их очень много. То есть, все препараты, которые способствуют отхождению слизи. В доме что у вас есть? Колонхоя. Наверное, у каждого к ней висит. Есть насморк. Что делаем? Выжимаем стоп колонхоя. Пару капелек, разведенных с водой, капаем, высмаркиваем, очищаем слизистые. Следующий этап. При наличии инфекции капаем чего? Перекись. Единственная вещь, которой боятся практически все микроорганизмы. Обычная перекись. Можно 3% перекись берете, разводите, если сильно вам печет, разводите пополам с водой, капаете в нос. Вы убираете полностью всю патогенную микрофлору оттуда. Сонируем. Дальше. Обязательный контроль давления, контроль уровня сахара. Вы должны наблюдаться у своих специалистов, у эндокринолога, у кардиолога, чтобы минимизировать риск осложнений. Следующий момент. Как происходит заражение? Да, это может быть контактным путем, через дыхание. Защищает ли маска? Не верьте, маска не защищает. Абсолютно. Защищает ли ДС средства? Не защищает. По одной простой причине. Вы обрабатываете руки. Но контакт произошел и у вас на коже, на ухе, на ткани, у вас уже есть эти бактерии. Вирусы неустойчивы во внешней среде и они боятся действия ультрафиолета. Поэтому чаще находитесь на свежем воздухе на улице. Дальше. Где больше всего идет развитие любой патогенной микрофлоры. Ну, контакт на слизистый, контакт в легких попадает. Что происходит в легких? Если легкие работают активно, мы совершаем глубокие движения диафрагмы, у нас нет мертвых зон. Нет альвел, которые сжаты. У нас идет постоянный газобмен. Значит, что в этом случае у нас происходит? Нормальный поток крови, нормальное образование сурфактанта или зацима в легких. И опять-таки этим мы снижаем риск инфицирования. Хорошо. Инфицирование произошло. Мы проконтактировали с больным человеком. Что нам нужно делать? Значит, первое, самое простое. То, что мы пили с вами соду, но мы начинаем проводить ингаляции. Если только нет температуры. Запомните, тепловые процедуры при температуре категорически противопоказаны. Этого делать ни в коем случае нельзя. Значит, что мы делаем? Заправляем той же самой содой, паровой ингалятор и дышим. То есть, столовую ложку на литр кипятка залили и дышим. Ингалируемся. Почему? Вы уже поняли. Плюс сода очень хорошо разжижает мокроту и способствует отхождению ее. Следующее, что? Аспирин. При повышении температуры, при наличии любого воспаления, мы принимаем аспирин. Забудьте слово. Немесил, немесолит и тому подобное. Эти препараты раньше были вообще запрещены в детской практике. Механизм действий нестероидов, он немножко отличается. Почему аспирин? Мы стоим на позиции биологической медицины. То есть, в организм можно вводить только те препараты, которые предусмотрены его метаболизмом. То есть, биологические соединения. Аспирин впервые был выделен компанией Bayer из коры белой ивы. В старых медицинских справочниках, травниках всегда использовали иву, лист ивы, кору ивы. Для чего? И, кстати, лист малины тоже содержит аспирин. Да, для снижения температуры, для устранения воспаления. Работало прекрасно с минимумом побочных действий. Поэтому парацетамол, который очень любят назначать, что он делает? Он просто выключает центр терморегуляции. Проблемы есть, но, грубо говоря, у вас во дворе лает собака, кто-то лезет. Вы что выходите? Вы берете свою собаку собственную, бах, не мешая спать. Проблема продолжается. Наша задача какая? Убрать воспаление. Аспирин действует по-другому. Он действует на периферические звенья, останавливая само воспаление. То есть он блокирует организм от того, чтобы он повреждал свои собственные ткани. Еще. При коронавирусе основная проблема возникает и причина смерти. Отек легких и тромбоз. То есть чего мы должны избежать? Первое. Отека легких. То есть мы должны останавливать воспаление. Поэтому есть температура или нет температуры, не бойтесь. Если нет противопоказаний, там кровоточащей язвы желудка или какой-то тяжелой формы анемии или гемофилии, значит не бойтесь. Таблетка аспирина. Можете покупать наш аспирин. Можете покупать байеровский аспирин. Он немножко дороже, но вроде немножко лучше по очистке, по качеству. Эффект будет одинаковый. Дозировка. 500 миллиграмм. Запомните. В день можно принять до 3 таблеток аспирина. Для профилактики это не нужно. Нет. Когда вы чувствуете, что у вас начинается продрома, то есть как начинает проявляться? Начинается ломота в теле, потери ощущений вкусовых, обонятельных. Начинает подниматься давление, появляются энтеральные симптомы, тошнота, понос, иногда рвота. Это связано с механизмом действия вируса. Он поражает и нервные ткани, и эпителиальные клетки. Поэтому в этом случае что мы должны делать? Первое. Предотвратить поступление вируса. Мы уже с вами сказали, каким образом. Второе. Подготовить организм к проникновению вируса, то есть поднимать иммунитет. На слове иммунитет существует очень много разных фармацевтических манипуляций. То есть вы зайдете в аптеку и вам предложат, наверное, 200-300 различных препаратов, иммуностимуляторов. Неправильно. Нет такого слова стимулятор. Потому что иммунитет это очень сложный механизм, и мы можем воздействовать на какие-то определенные звенья. То есть на гуморальный, на клеточный иммунитет, на что-то конкретное. То есть злоупотребление иммуностимулятором не работает. Что работает? Да, поливитамины. На здоровье. Аскорбиновая кислота. Можете покупать, принимать ее в дозе до 2 грамм в сутки. Это дает очень хороший эффект. Либо любой поливитамин. Ундевит, ревит. При том, что разницы в дорогостоящих суперамериканских витаминов и наших, там, умань-витамины, по действию на организм практически никакой нет. Потому что все сырье все равно производится на одном заводе. Фасуется в разном. Это я вам честно говорю. Поэтому так, берете любые витамины, какие вот бог на душу положит и на что карман вас позволит, и употребляете. Это будет работать. Дальше. Человек заболевает. Первое, что мы должны делать? Принять противовирусную схему. Лучше всего работает старый добрый амизон. Дозировка для взрослого. Две таблетки три раза в день в течение первых двух дней. То есть мы насыщаем организм, потому что он обладает и противовирусным, и противовоспалительным действием. В последующее время принимайте по таблетку три раза в день. Нужно ли принимать антибиотики? Практика показала, что нет. В стандартном протоколе, вот у меня есть протокол, то есть на сегодняшний день, который используется в России, официальный протокол, но он в принципе во всем мире идет. Значит, там используют несколько антибиотиков. В одном из протоколов идет азитромицин. Вроде бы как эффект есть, но антибиотик правомочен, когда на фоне вирусной инфекции появилась бактериальная. И когда нам нужно уже подавлять бактериальную. Но давайте мы попробуем до этого не допустить. То есть на ранних этапах антибиотики не применяются. Старайтесь противовирусным. Дальше, ремонтодин и тому подобные препараты противовирусного действия на коронавирус не работают. То есть не обманывайтесь. Поэтому начинаем всегда с самых простых препаратов. Амизон, орбидол, дальше по настроению. То есть их достаточно много, мягкие противовирусные. Альтобор, кстати, очень хорошо работает. То есть при инфекциях верхних дыхательных путей. Амиксин, да, можно использовать. Но амиксин, он более жесткий и противовирусный конкретно. Хороший препарат. Пьется он по одной таблетке через день. Как и гропринозин можно, как и протефлозин можно использовать. Как и витом можно использовать. То есть препаратов в этой группе существует очень много. То есть по вашему настроению эффект будет один. Почему я говорю о амизон? Если амиксин, он только противовирусный, то амизон и противовирусный, и иммуномодулирующий, и жаропонижающий. То есть приоритет как бы немножко для него. Но вы можете использовать оба препарата этих. Они будут очень хорошо дополнять друг друга. Все. Чем раньше вы начинаете терапию, тем больше у вас шансов избежать последствий. Вы поняли, что тепловые процедуры противопоказаны. Дальше. Что мы делаем? Мы берем обычный эвкалипт и начинаем ингалироваться обычным эвкалиптом. Мы берем эфирное масло лавандой и мы смазываем вот здесь под носом эфирным маслом лавандой. Почему? Все эфирные масла обладают очень мощным противовоспалительным действием. Все. Этап следующий. Начинайте заболеть, вы поняли. Амезон, аспирин. Блокируем процессы. Постельный режим. Дальше. Из народных вещей что? Калина. Сильнейший антипериетик. Дальше. Он снижает давление, которое при начальной фазе инфицирования давление всегда поднимается. То есть его нужно контролировать. Почему? Головная боль идет. За счет повышения давления. Поэтому так. Калину взяли, растолкли, залили кипятком, добавили туда медочка немножко и на здоровье. Все. Калины? Вот сколько влезет называется. Хуже вы не сделаете себе. Как чай. Вот вы заливаете, ну сколько, я не знаю, там столовую ложку. Больше, наверное, она такая очень насыщенного по вкусу. Вообще, калину в зимний период я рекомендую употреблять всем, особенно пожилым. Почему? Очень хорошо держит давление. То есть просто дешево и эффективно. Этап следующий. Пошел процесс. Начинается воспаление. Что мы будем делать? Ингалироваться. Чем? Спиртом. Значит, покупаем в аптеке Септил. Или у кого есть там спирт, там 70-90 градусов. Берем марлевую салфетку. Накапаем на нее. И делаем ингаляцию. Почему? Если началась температура, можно делать тепловые ингаляции? Нельзя. Запомните. Никогда. Нельзя ни при каких условиях. Значит, почему мы даем обычную ингаляцию спиртом? Наши легкие представляют собой губку. Теперь представьте себе. Вы в эту губку накапали несколько капел, там ферри или чего-нибудь. И начинаете вдавливать. Что из нее начинает выходить? Пена. Вот такая же пена при отеке легких, при воспалении, начинает в них образовываться. Пена, которая заполняет нижние отделы легких. То есть, у человека падает оксигенация. Почему? Потому что кислород доходит до нижних отделов, а проникнуть туда не может. Это забито пеной. И дальше. Хоть одевайте кислородную маску. Хоть садите человека на искусственную вентиляцию. Даст это эффект? Не даст. То есть, протокол изначально неверный. Нет смысла. Большинство, ну скажем так, наверное больше 90% людей, которых посадили на ИВЛ, не выжили. Это статистика. То есть, я говорю, кто уже пошел на ИВЛ, все, летальный исход обеспечен человеку. Почему? Потому что у него падает сатурация, значит нужно дышать за него. А зачем за него дышать? Там бронхи забиты. Поэтому, открываем старые методички по легочной реанимации, что нужно делать при отеке легких. Первое, что делали, бикарбонат натрия, перевожу на человеческий сода, по вене запускали. Ну, я не призываю вас капаться дома, но тем не менее. То есть, что делали? Защелачивали. Сода прекрасно отхаркивает, разжижает мокроту. Дальше. Нам нужно сменить поверхностное натяжение вот этих пузырьков. Чтобы убрать пену, что нам нужно сделать? Чтобы они лопнули. А как заставить их лопнуть? Убрать? Да. Что лучше всего убирать поверхностное натяжение? Спирт. Это описано в методиках по лечению отека легких. Называется спирт, как пеногаситель. Есть еще там препараты, но это то, что у вас есть всегда в руках. Марлю накапали и дышим. То есть, мы должны вдыхать пары спирта, и вот эти пузырьки начинают лопаться. Воздух начинает доходить до альвео. А водка помогает или нет? Можно. Нам больше концентрации, просто паров. Спирт, конечно, лучше. Есть водка. Любой спирт, содержащий продукт. То есть, вы берете, вы начинаете вдыхать его. Мне просто приходилось так делать, я это видел. Эффект мы видим буквально на глазах. Дальше. В этом случае старайтесь всегда обеспечить себе какой-то небольшой карантин. Ну, чтобы не заражать окружающих людей. Имея какие-то минимальные симптомы, не надо проявлять героизм и идти в собрание, идти на работу. Нет. Есть первые симптомы. Лучше лишний раз перепугаться, пересидеть дома и остаться живым, счастливым и еще не навредить своим окружающим. То есть, вы не забывайте, что мы отвечаем еще и за тех людей, которые вокруг нас. То есть, мы не должны ни в коей мере становиться источником инфекции. Значит, из тех средств, которые мы можем еще использовать под рукой. Да, еще не забывайте такой нюанс, как сорбенты. Потому что на фоне интоксикации поднимается температура и образуется очень много токсинов. Что нам нужно сделать? Сорбционную терапию. Все, что хотите под рукой. Энтероскель, полисорб, селард, белая глина, белый уголь. Все, что хотите. То есть, на выходе эффект будет практически идентичный. Хоть зеленый. То есть, должен быть сорбент. Задача какая? Положить в кишечник то, что вывести токсин. Все. И не забывайте, если поднимается температура, должен быть питьевой режим максимальный. То есть, пьем, пьем чай, кофе. Не кофе. Чай, соки. Завариваем калину. Пьем лимон. Пьем шиповник. То есть, все, что хотите. Еще. При поражении легких. Запомните. Корень солодки. В любой аптеке его всегда вы найдете. Почему именно корень солодки? Во-первых. Он обладает муколитическим, хорошим отхаркивающим действием, с одной стороны. А с другой стороны, он обладает кортизолоподобным действием. То есть, он действует как гормон, убирая воспаление, убирая отек. Почему при пневмонии, при тяжелых бронхитах лучше всего работает самая простая солодка? Вот. Запасаемся. Возникают первые симптомы. Начинаем пить. Если вы чувствуете, что нарастает гипоксия, чувствуете, появляется головокружение, сильное сердцебиение, интоксикация, да, вызывайте скорую. Поэтому есть это уже показания для госпитализации. Но для возрастных пациентов госпитализация сейчас немножко затруднена. Поэтому старайтесь рассчитывать на себя, на своих родных, близких. Дальше. Вы знаете, что вы должны иметь контакты какой-то группы людей, и чтобы они контактировали тоже с вами. Почему? Значит, я следующий момент объясню вам. Основная причина смерти при коронавирусе – это острый тромбоз. Затрудняется кровоток, кровь становится очень густая, потому что нарастает ацидоз, и образуются тромбы. И основная причина смерти – тромбоз со всеми вытекающими последствиями. Поэтому на фоне вирусной инфекции вы пьете аспирин, если уже почувствовали, что вы заболели. Аспирин 500 мг в день вы пьете, как закон. И после выздоровления, в течение двух недель, вы пьете тот же аспирин, только в дозе 100 мг. В Америке аспирин вообще назначают практически всем. Людям после 50 лет рекомендуют постоянное употребление антиагрегантов. То есть препараты, которые препятствуют образованию тромбов в крови. То есть даже перенеся коронавирусную инфекцию, она коварна, потому что как раз через 2 недели она может дать еще одно обострение. Вы употребляете аспирин еще 2 недельки, и потом, если все нормально, жизнь прекрасна, все. Но аспирин, который идет в дозировке 100 мг. То есть это аспикард, кардиоаспирин, то есть все, что хотите. Это она и есть. Просто это формула, а аспирин это торговое название. Все. И будете вы живы и здоровы и долго. Коронавирус на аморийный день? Конечно. Он повреждает нервные волокна. Он имеет неврологическую симптоматику. Да. И при коронавирусе бывают ортостатические коллапсы. То есть потеря сознания при перемене положения тела. Да. Он влияет на сосудодвигательные центры. Ну, скажем так, он действует на… Правильно. Абсолютно не бойтесь. Вот. Значит, один… Вот, кстати, по этому поводу. Один из предрасполагающих факторов, знаете что? Страх. Значит, американские ученые доказали, что как только человек начинает бояться, начинает испытывать страх, что происходит? Резкое снижение иммунного ответа. Да. Рещайшее. Падает иммунитет и мы становимся доступны. Поэтому я всем своим пациентам выписываю в таких случаях 90-й псалом. Принимать три раза в день. Всё. Вот откройте, почитайте. Три раза написано. Короткий псалом, а там три раза написано. Избавлю от язвы во мраке. От язвы. Что такое язва? Моровая язва всегда говорилась как эпидемия чумы. То есть тяжелых инфекций. И опять-таки, все тяжелые инфекционные эпидемии Бог использовал как инструмент наказания народа. Коронавирусом предполагают, что переболеют практически все. То есть смиритесь с этим. Во-во-во. И от сети ловца и от гибельной язвы. Вот то, что мы говорили сегодня. Наш выбор. Кому доверять? Доверять своему разуму. Доверять тому, что вам рассказывают. Или доверять то, что написано в Библии. Вот кому доверяете, то вы будете получать. Если вы доверяете Богу, вот на 100%, даже если вы и заболеете. Ну так, я вам скажу, переболели в нашем окружении очень многие. Мы переболели. Ну только так. Два дня. Что-то где-то поломало, что-то там чихнул, пыхнул и побежал дальше. То есть, ну даже почти незаметно. А есть люди, которые в страхе. И среди верующих почему-то появился такой панический страх, парализующий, до паники. А в откровении вы помните, что боязливых же и неверных, и дальше там и убийцы, и лжецовы. Дальше вся такая вот командная, очень интересная компания. Где участь? В озере Огнана. Люди, друзья, слово боязливых, открываем с греческого текста, боящихся, сомневающихся, человек верующий, который испытывает страх, может, извините, потерять спасение. Ну так написано, правильно? Значит, ну это тема совершенно отдельного разговора о том, что такое совершенная любовь, которая изгоняет страх, любовь к Богу, как она должна быть. Я думаю, что вы все это знаете. Вот. Но наше позитивное настроение, наше чувство благодарности Богу и наше упование, глубокое упование на Бог, позволит нам в идеальном условиях предостеречься от этого вируса. И вообще от любого вируса. А может от детей дозы? Дозы немножко другие. Это одинаково. Я на взрослого говорил. Я говорил, на взрослого человека масса от 60 килограмм. Единственное, запомните, аспирин нельзя принимать на пустой желудок. Вчера. Нет, ну я имею в виду, в какое время года. В любое. Когда вы чувствуете? Был такой миф, нельзя принимать вот летом, что-то она что-то там влияет. Давайте проще я скажу. А лучше осенью и весной. Да, есть такое медицинское выражение. Спасибо. Нужно принимать от последнего листа до первого листа. Ну вот осень, листья упали, листья появились. Значит, на самом деле, смотрите, вот сейчас мы, когда делаем анализ, тестируем, у людей очень низкий уровень витамина D. Летом витамина D уровень достаточно высокий. То есть сейчас есть смысл давать людям препараты с витамином D. Абсолютно правильно. А вот интересно, что по аскорбиновой кислоте, как вот мне делали анализы, корреляции весна-лето-осень практически нет. Есть люди, у которых хронический дефицит витамина С, у кого недостаток. Но, смотрите, большинство витаминов являются водорастворимыми. Что это значит? Они не накапливаются в нашем организме. То есть витамина С накопить не получается. То есть он может там побыть у нас 3-4 дня, и потом он с мочой выходит. То есть лучше иметь избыток, чем недостаток. Потому что везде описаны дефициты витаминов, но очень мало описано симптомов избытка витаминов. Но это не касается только жирорастворимой группы. То есть бывает гипервитаминоз D, особенно у детей, гипервитаминоз витамина А, ретинола. То есть это опасно. Все остальное, пожалуйста, вы не сможете передозироваться. Если вы берете не с желтой красочкой, то не сыпет. Сыпет от красителя. Я советую брать просто чистый, он есть в продаже, 500-миллиграммовые таблеточки, чистый витамин С, без всяких наполнителей, красителей вкусовых. Лучше взял, проглотил и живем дальше. Кстати, интересная вещь. Сам витамин С обладает мощным противовирусным действием. То есть мы вот тоже замечали, у нас была ситуация, у меня дочка была заболела, а дома стояла банка у Дэвито. А на эту банку втоптал она за вечер. Ну это было давно уже. Но ребенку захотелось. И вот она взяла и всю эту банку съела. На утро как ничего не было. Есть американские протоколы лечения, даже некоторых видов рака, высокими дозами аскорбиновой кислоты. 10 грамм в сутки. Да, внутривенно вводится, это высокая доза и эффекты очень хорошие описаны. Так что по аскорбиновой кислоте вы можете употреблять сколько хотите. Продукты, богатые аскорбиновой кислотой, вы знаете. Почему я сказал калина, шиповник. Вот это натуральные. Но нам немножко их не хватает. Кстати, лимон немного содержит аскорбиновой кислоты, не обманывайтесь. Больше всего содержит в наших продуктах киви. И, кстати, старый есть рецепт. Если начинается простуда, поднимаются температуры, 2-3 киви снижают температуру. Сятослав Евгеньевич, я аспирин. В одной аптеке взяла и в другой аптеке. В одной аптеке взяла, теки в руку взяла, аспирин рассыпался. В другую, в другой пачке. Мне надо было ножом разлить. Разные производители. А я кизик правильный, точь и той. Смотрите, почему он рассыпался. Дело в том, что когда вы покупаете таблетку, там пишут, сколько чистого вещества. Допустим, там будет 500 мг аспирина и 100-150 мг связующего. Связующий, это может быть диоксид титана, это может быть тальк, любое вещество. Просто в одном препарате связующего, то есть наполнителя было больше, другой меньше. Роли нет. Я рекомендую, вот то, что я проверил, это аспирин Байер. Он стоит там что-то около 30 гривен упаковка. Ну, то есть, такая невысокая цена. Байер, да, это немецкий аспирин. Это немецкий, да? Да, это немецкий. И еще один вопрос. Вот можно бутыль воды наливать, брать эту трубочку, чтобы легкой разрабатывать, через трубочку дыхать? Да, значит, ну, можно и без бутыля это сделать. Берете обычные шарики детские, надуваете. Да, надуваете шарики или просто берете трубку, значит, небольшого сечения и выдуваете через нее. То есть, вы должны создать положительное давление на выдохе. Вот. То же самое, да, все правильно. Все это можно. Прогулки по воздуху, дыхательная гимнастика какая-то должна быть, легкие кардиальные нагрузки. То есть, нужно раскрывать легкие, раскрывать диафраграмму, увеличивать их объем. Еще один вопрос. Раньше применяли всегда синюю лампу, там, или в ухо, или что. Можно сейчас? Но она прогревающая. Она не противовирусная. Она просто прогревает. И сколько минут, допустим, 15? А что вы греть будете? Ну, пока ничего. Я знаю, что раньше синяя лампа – это все. Да, она просто как прогревание. У ребенка отит, ушко болит. Ну, да, поставьте, если не гнойный. То поставили синюю лампу, да, она будет хорошо. На горло ставили лампу. Да. Кварцевать можно использовать для очистки помещения, скажем так. Но есть немножко получше уже технология, чем кварцевая лампа – это использование озонаторов. То есть вот такое помещение можно закрыть, включить озонатор, там 15-20 минут, и мы можем достигнуть концентрации озона, при котором тут не выживет ни одна бактерия, ни один вирус. А в домашних условиях, конечно, хорошо. В стационарах, в больницах кварцевание введено как обязательный протокол дезинфекции. Разобрались? Нет, смотрите, кварцевая лампа, она же излучает. Вот, там в этом идет прямое действие жесткого ультрафиолетового облучения. А у озонаторов этого нет. Там нет излучения. Там просто идет, выдувается поток этот. То есть я вот сам пробовал дома. Смородом, озону по 3 полного озона. У вас озоночка, у 2 это ясно. Да. У вас же не призывает им дышать. То есть мы делаем, вот допустим, люди побыли, вышли, мы дали насыщение. Кстати, озонотерапия, она есть. То есть небольшие дозы озона, мы можем вдыхать, это очень хорошо санирует, очищает наши легкие. То есть даже здесь можно было бы использовать озонаторы. То есть это как метод профилактики, он будет очень неплохо работать. То есть невысокие концентрации озона достаточно будет для того, чтобы уничтожить патогенную микрофлору, но недостаточно, чтобы причинить вред организму. Да, это было бы неплохо.